Всем привет, я Меган Оливий, со мной чемпион тяжелого дивизиона UFC Стипе Меочич. Стипе, уверена, что в Огайо у вас сейчас там ситуация не из простых. Во-первых, хочу узнать, как твоя семья, твоя жена и дочь Мила? Честно говоря, у нас все хорошо. Мы стараемся следовать всем рекомендациям, поддерживаем социальную дистанцию. Я, наверное, выходил раз или два за последнюю неделю, и то продуктов купить и так далее. Пару раз выходили на прогулку, но вокруг никого не было, так что все нормально, и у нас все отлично, малышка растет, и она, конечно, зверь настоящий, ей плевать, она хочет веселиться. Интересно, в кого это она? Да, в жену, наверное. Так и есть, жена у тебя очень крутая. Далее я бы хотел у тебя узнать, потому что все знают, что ты по сей день работаешь пожарником. Заметил ли ты какие-то изменения в своей работе из-за ситуации в мире? Да, но последний раз я работал где-то недели полторы назад. У меня так график сложился, что мне не приходилось работать все это время. Я должен выйти в понедельник вечером. Но мы соблюдаем все меры предосторожности, очки, маски, в перчатках мы и так всегда работаем. И даже при вызове диспетчер общается с человеком, который нас вызывает, спрашивает, как он себя чувствует, есть ли какие-то симптомы. В общем, мы знаем, чего ожидать, когда едем на вызов. Очевидно, на этой работе необходимо соблюдать все меры предосторожности, но также и на тренировках. Изменил ли ты что-то в своем подходе? Да не сказал бы, потому что у меня сейчас нет особо нагрузок даже. Я восстанавливаюсь и совсем немного тренируюсь, просто чтобы не распускаться. Стараюсь тихонько улучшать форму, бег, велотренажер. И так далее. Ну да, сейчас заниматься тяжело, мой зал закрыт, и вообще все залы в Огайо, все школы закрыты, все рестораны, почти, все почти закрыто, кроме супермаркетов. Я смотрю, ты в очках. Как твои глаза? Да, вообще получше, пока по-прежнему есть пятна. Но становится получше, не знаю, уйдут ли они полностью, но я хотя бы вижу. Мне в любом случае нужны очки. Так что, знаешь, то, что моя работа получать по лицу не сильно помогает этому, но да. Я, честно говоря, даже не думал, что мне так сильно нужны очки до того, как мне проверили глаза после этой травмы. Там доктор сказал, тебе нужно носить очки, и я такой, вот черт. И я надел их, и это было нечто. Это все перевернуло. Я такой, черт, ничего себе. И сейчас без них я прям... Очевидно, люди хотят знать о твоем будущем в боях, и когда ты потенциально сможешь вернуться. Очевидно, уже после того, как все это уляжется, когда ты восстановишься, но когда бы ты сам хотел вернуться? Ну, знаешь, вообще все идет к тому, что я буду... Все идет к тому, что я буду готов к лету, но учитывая то, что сейчас происходит, я не так сильно беспокоюсь об этом. Сейчас для меня главное – это семья. И также у меня очень важная работа. Это сейчас в приоритете. Многим людям необходима помощь. Сейчас люди сидят по домам, и, возможно, кто-то заболеет, и ему понадобится помощь. В себе я уверен, я знаю, на что я иду. Мне нужно заботиться, конечно, о своем здоровье, и самое главное – заботиться о здоровье и благополучии своей семьи. Именно поэтому ты настоящий чемпион Степа во всех смыслах этого слова, потому что ты идешь в бой там, где все остальные боятся. Конечно, мы тебе все за это благодарны, и те жертвы, на которые идет твоя семья, позволяют тебе заниматься этим, их тоже стоит отметить. Давай переключимся на кое-что более веселое. Я провожу небольшой карантин Блиц, и спрашиваю людей, которые находятся на карантине, об их предпочтениях. Ну, давай начнем с фильмов. Какие фильмы ты сам смотришь, находясь на карантине? Вот сейчас прямо без шуток. Итак, ну окей. Сейчас. Вот так сделаем. Итак, днем. Я смотрю «Холодное сердцем», «Холодное сердцем 2», «Моана», или же «Спирит», он есть на Нетфликсе, это мультсериал, «Спирит» называется. И это все на повторе, без остановок, на повторе. А по вечерам мы с женой начали смотреть сериал. Не всегда вместе, конечно, потому что я иногда рублюсь в игры, но все равно мы плюс-минус на одном эпизоде. Сериал называется «Последний кандидат», тоже на Нетфликсе. Просто фантастический. Что за сериал? Я никогда о таком не слышала. В общем, это сериал про парня. Он невлиятельный член правительства, чуть ли не последний в очереди преемственности президентства. И у них там всегда есть один человек, который прячется, если что-то происходит, чтобы, если что, он стал президентом. И в сериале взрывают Капитолий, президенты, все кандидаты умирают, кроме него. И он становится президентом. Но затем ползут все эти теории заговора и так далее. Сумасшествие. Добавлю в свой список. Я говорю тебе. Он тебе понравится. Так затягивает. Окей, также ты упомянул видеоигры. Какие у тебя любимые? Ну, Call of Duty. Новая Modern Warfare есть. Новая Warzone. Я играю. Так, добрые. 5-6 раз в неделю. Стримлю на Твиче. Подписывайтесь на меня. Подожди, как ты подписан? Степи Меочич. Да, ничего сложного. Так что... Да, здорово. Частенько играю. И жена смеется надо мной и говорит, тебе 37 лет. И ты взрослый мужик, таким занимаешься. Но мне нравится. Я веселюсь. Общаюсь с людьми. Люди пишут в чате. И, конечно, иногда тролли забегают. Но, как правило, все весело и по-доброму. Да, несомненно. А какой твой любимый снэк на карантине? Что любишь есть? Хороший вопрос. По сути, я сейчас ем все то, что ест моя дочь. Она ест просто без остановок. Я, кстати, ни разу не видел, чтобы ребенок столько ел. Она... Да, она нормально точит. Ну, сейчас, наверное, любимый снэк это золотые орио. Золотые я не пробовала. Мне пришлось прекратить покупать орио, потому что я не умею себя контролировать и сразу все съедаю. Я жена и дочь точно так же. Мы сразу все лупим. Но нам, кстати, приходится покупать те, что потоньше, потому что дочь любит разламывать их и пальцем есть этот крем, потом печеньки. Проблема в том, что у нас кожаные диваны, и она все это по ним размазывает. Уверена, собакам это по душе. Да, так, я и доритос люблю. Еще у нас есть корм твистерс, они как читас, только помягче. О, такие вкусные, просто с ума по ним схожу. Я могу кучу назвать. Я люблю снэки. Да, и мне нравится твой выбор, золотые орио. А как насчет музыки? Что ты слушаешь? Знаешь, я не так часто музыку слушаю, потому что весь день за дочкой смотрю. Так что, да, и сейчас у нас идет весенняя уборка, готовимся к весне, кучу всего делаем по дому. Конечно, я не хочу, но у меня нет выбора, к сожалению. Мне не отвертеться. Мой муж тебя понимает. Конечно. Понимает. Да, в общем, мы вот этим всем занимаемся, жена у меня одну из прихожих перекрашивает. Так что... Здорово. Да, ей нравится, так что, как-то так. И последнее, что мы спрашиваем в карантин Блице, это про бои. Есть ли какие-то поединки, которые ты хочешь пересмотреть, или есть ли какие-то твои поединки, которые люди, возможно, не видели, и ты можешь порекомендовать им зайти на файт-пассы и посмотреть. Честно говоря, знаешь, я эгоист, так что я люблю смотреть на себя. Так что я весь день смотрю свои бои, пока приглядываю за дочкой. Серьезно. Вон, глянь. Смотри. Это здорово. Да не, я... Я просто шучу. А так, из боев я сейчас особо ничего не смотрю, занимаюсь другими вещами. Знаешь, и стрёмно, что сейчас нельзя биться. Один из моих приятелей, мой одноклубник, должен бы биться на этой неделе в Коламбусе. Да, Джефф Хьюз. Затем ему сообщили, что он будет биться в Апексе, а затем, к сожалению, комиссия запретила это проводить. И в итоге ивент вообще отменили, так что... Да, это неприятно. Хорошо об этом особо не думать, потому что, ну, ты и сама в курсе. Все эти нервы, ты вроде к ним уже и привык, но периодически они тебя напрягают. Ну да, сейчас у нас куча других забот, помимо боев, так что я просто, как уже сказал, наслаждаюсь жизнью, занимаюсь мелкими делишками, чуть-чуть тренируюсь, помогаю жене, и, конечно, смотрю, как моя дочка растет. Да, все это очень важно. Степа, огромное спасибо, что уделил нам время, мы это очень ценим, мы ждем твоего возвращения в октагон, но ты и сейчас делаешь потрясающие вещи, за что мы тебе благодарны. Без проблем, спасибо за беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!